История русской православной церкви которые происходили как на Древней Руси, так и дойдем, я думаю, постараемся дойти и до нашего времени. Конечно, мы хотим сравнить былое и думы. И что интересно, вот мы с батюшкой говорим об этом, мы сами заметили, нам не просто интересно стало, а мы заметили такую интересную последовательность, что действительно ведь история русской православной церкви с политической историей очень сильно взаимосвязана. И мы прямо вот это вот обнаружили, потому что вот посмотрите, смена того или иного митрополита или епископа, оно конкретно совпадает с какими-то значимыми политическими событиями, которые происходили даже в Древней Руси, которые зафиксированы в источниках. И это как-то очень интересно, потому что... Оно не просто интересно, оно открывает... Вот знаете, вот много, сейчас очень много кто говорит о истории России, Древней России, в разных ключах. Но вот этот фактор наизначительнейший выпадает. Вот если говорят о истории Европы, там все будет папы римские, папы римские, папы без конца. А у нас как-то, не знаю, или из-за советского периода, когда все церковное изгонялось, либо может быть как-то недостаточно уделяют этому внимания, либо малоисточников. Но на самом деле, я даже сам для себя удивился, насколько некоторые личности религиозные в истории умудрились нагадить, а некоторые умудрились и добрые, хорошие дела. Да, поэтому это как бы нельзя отрывать от контекста. Это получается, что вот история, которая без упоминания вот этих серьезнейших фактов, она не учитывает их, эти факторы, и не может правильно сделать некоторые выводы. Получается, что смотрите, вот мы даже сейчас буквально два слова, вот что все, что связано с Боголюбским, да это нельзя никак оторвать от этого епископа Федора. Конечно. Это связано вот все вот таким образом, да, если его Бог, если эта личность выпадает из контекста, непонятно, да. Совершенно верно. Ну вот, и я буквально еще пару слов. вот сама церковная история, она тоже ведь этому вниманию как-то, она это все завуалировала. Там, значит, я к сожалению, к сожалению, к сожалению. Вы знаете, попы-сказочники, попы-сказочники, и они так настолько вжились в этот образ сказочников, что рассказывают сказки, а реальные события пытаются утаить. И получается, знаете, в некотором царстве, в некотором государстве жили там, не знаю, старик со старухой. И, а если вот правдиво смотреться на эти вещи, то будет тогда видно, что митрополиты отказывались от митрополии, что сами слагали себе полномочия, что они устраивали ложные доносы и всякие лжурные пляжи. страивали иногда мерили. То есть, будет, ну, как сказать, обыкновенная человеческая жизнь. Не жития святых, а обыкновенная человеческая жизнь. Нигде там будет рыцарь архиерейской голубой мантии без порока и без греха, а будет обыкновенный человек со своими немощами и с прочими всякими недостатками. И причем окажется, что вот эти немощи и недостатки как раз их сокрытие привели к множественным каким-то очень нехорошим последствиям для людей и для народа. Отношения самого народа и церкви они тоже очень сложные. Конечно. И мы об этом еще будем. А сколько раз выгоняли? Это понятно. И вот буквально в подтверждение наших вот этих вот сейчас сказанных слов совсем недавно я был на встрече с одним православным писателем. У нас на Новосибирске проходил. Не буду говорить фамилию, те, кто в Новосибирске живет, знают. Значит, мной был такой вопрос поставлен. Там много верующих людей, там священники находились. И я спросил просто вопросом, ну, а как допустим, а историки вам будут возражать допустим вот в этом отношении? Я совершенно без задней мысли спросил. Я даже спросил для того, чтобы человек мог свою мысль оформить так, чтобы потом с историками не говорили. я не был вот на этом, не знаю ничего, но я могу предсказать ваши сейчас дальние события. Вас либо начали хаять со всех сторон, обвинять во всех грехах, там не патриотичность, ничего, либо называть всех историков дураками и придурками, науку называть прислужницей империализма и проституткой американского этого, госдепа и прочее все остальное. Вот это вот, знаете, вот волк, например, он видит луну, он начинает выйти на нее. Вот точно такое вытье, вытье на науку, сторону науки. Почему? Потому что это, как сказать, вот я приведу буквально небольшой пример и понятно станет. Делают эксперимент научный, сажают в клетку обезьян, пять штук и не кормят их. Потом сверху раз опускается такая вязанка бананов. Обезьяны кидаются, чтобы бананов поесть. В этот момент два мужика из Дрансбойта холодной водой обливают этих всех обезьян. Они забиваются в угол, кричат, второй раз пробуют их опять. Они понимают, что эти бананы трогать нельзя. Уже сидят, никто попыток таких не проявляет. Чем дальше кончается? Кончается тем, что одну обезьяну убирают, сажают сухую обезьяну, которая не видела происходивших событий. Она лезет туда за бананами, ее не поливают холодной водой, но все вот эти обезьяны, которые знают, что сейчас будет, ее хватают за лапы, за загривок, бьют, грызут ее, и она тоже ничего не понимая, сидит в углу и скулит. Потихоньку меняют вторую, третью. В общем, оказывается, в клетке пять обезьян, которых уже вообще не видели ни холодной воды, ни Дрансбойт, их никто не поливал. Но, как только кто-то пытается лезть за бананами, его бьют. Вопрос, а почему? А потому, что тут так заведено. Понимаете? И это принцип такой, вот здесь он сохранился. Почему так? Потому, что так заведено. Этот человек вам не объяснит ничего. Он его просто, мы еще, знаете, мы еще... Я к этому писателю отношусь очень... Не, он хороший, может быть, прекрасный человек, но, вы понимаете, это я уже говорил. Когда один директор супермаркета убивает другого и торжествует о том, что колбасу теперь будут покупать у него, вот это принцип. Я другое скажу. Ничем не отличается от разнородных сектанских движений. Это мотив чисто сектанский. Мы вот все знаем, истина нам дана, а вы все дурные, тупые и прочее. Это привело в 17-м году к революции. Это привело к тому, что мы думаем, что мы самые-самые-самые не можем отвечать на вызовы истории, потому что мы своей собственной истории не знаем. А мы знаем просто набор сказок, которые нам выставляют, как вот определенное там какое-то клише ставят. А на самом деле, вот вы мне прекрасного этого посоветовали посмотреть, я смотрел эти про Грюнвальские битвы и все остальное, реально показывается, что это было 100-200 человек, что это действительно, когда показывают, когда обыкновенная историческая правда показывается. Вот здесь то же самое. На профессиональном историческом уровне, с профессиональными историческими исследованиями. Кто хочет сказок, то пусть идет к попам и читает братьев Гримм. Вот это будет из одной оперы. А если хотеть изучать действительно историю, то надо присматриваться к ней со всех сторон, с негативных сторон, с положительной стороны, смотреть на все, то есть видеть. А когда здесь просто идол есть, вот понимаете, вот у вас есть золотой теленок, вот стоит он, этот золотой телец, ему все поклоняются, вы не можете о нем ничего плохого сказать. Даже если вы начнете говорить, что туда 200 лет назад, когда его изготавливали, туда пошли сережки вашей бабушки, они и то будут на вас орать и кричать, там неизвестно еще чего. А это, к сожалению, беда такая и есть. Поэтому объективности, объективность, она никому не нужна. Нужна какая-то, вот нужно какое-то, знаете, житие святых, где будет рассказаны мифы Древней Греции, предание старины глубокой, еще что-нибудь такое, и будет кричаться, что это вот на самом деле. Вот я вам простой пример приведу. Как вы думаете, сколько было Николая Чудотворцев? Николая Чудотворцев было 5 человек. Когда мы приехали, я ездил сам посмотреть в Малой Азии, посмотреть в мирах гробницу, храм без крыши, без ничего. Там 5 гробниц. Они все родственники, племянники, двоюродники. Жизнь всех пятерых человек вошла в житие Николая Чудотворца. А кого же тогда наши... Он один, он один, самый главный, самый первый. Мирликийский. Но его жития, в его житие вошли сюжеты из жизни всех Николаев. Как их... Нет уже Николай 1, 2, 3, 5. Просто эта древность, она, к сожалению, древние источники, когда не было ни интернета, ничего, в интернете это врут прекрасно. А тогда не было возможности разделить, написать это все очень многое, засвидетельствовать. И получилось, что Николаев пятеро, и они все родственники, и первый почитаемый, который был Николай действительно чудотворец, а жития других, они как бы просто... Они были поменьше и они влились в него, как в Волгу вливаются маленькие речушки и становятся большой, огромной рекой. В этом нет ничего плохого, но суть в том, что история такова. Их нравится это кому-то, или не нравится, или... Вот, вы знаете, я буквально тоже от сердца, от души скажу. Это попытка, это все то же самое, что вот этот писатель вам говорил, или другие, пусть они хоть смеются, хоть плачут. И это пытка этого Галилея, крутится ли, вертится ли земля, или не вертится. Понимаете? Снова поставить нас на слонов и черепа. Абсолютно верно. Получается, что как-то хотят вам в упрек поставить, что вы оскорбляете русскую историю, или оскорбляете там еще что-то. Ну, извините меня, это совершенно смешно. И вот эта тенденция, она очень, я считаю, такая грустная, потому что, ведь посмотрите, везде сегодня церковь пытается влезть во все стороны нашей жизни, информационную, и в школу, и в институт, и везде, везде, везде уже, посмотрите. Ну, а что же будет, если вот с таким отношением к науке, даже к исторической науке, вот будут приходить священники и учить кого-то чему-то. Это очень грустно. Что будет? Будут, в определенный момент два варианта. Если не сильно влезут, то будут смеяться, как надо, знаете, вот, на миллионы людей. Да, знаете, как этот написал Галилей, он сзади на книге написал, что вот вы меня сегодня осудите за то, что я говорю, что Земля крутится, и меня за это анафемом подвергаете. Задумайтесь, завтра всех, кто будет говорить, что Земля не крутится, вам тоже нужно будет проклясть. История же изменилась, ситуация изменилась, все. Поэтому, я думаю, второй вариант, будут бить. Вольно. Уже было. Далее, конечно, я еще пару слов об историках. Конечно, историки не все вот прям такие вот. Так никто не говорит. Все разные. И они начинают хаять историков на примере какого-нибудь там ультралиберального историка, который хаят историю России. Это все равно, что пойти повешаться по принципу того, что Гитлер же. Вот на земле жил Гитлер, пойду повешусь. Это же не значит, что все историки такие. Дураков много есть, конечно. Надо подходить объективно к ситуации. Да. И даже между прочим, потому что мы этого коснемся, я буду обращать на это внимание, даже между историками, которые профессиональные, нормальные, между ними происходит склоки. Естественно. Так это нормальный ход событий. Один одной школы учился у одних академиков, другой другой школы, там археолог. И у них бывают такие стычки, что ну просто смотришь на это. Мы постараемся быть над всем этим и держать свои беседы как-то в рамках того, что принято всеми историками, нормальными, не шизанутыми, как там Фоменко, Насоцкий, а нормальными академическими историками, которые все-таки в некоторых вопросах сходятся в одном. И постараемся вот эту линию поддерживать. Хотя можем ошибаться. Пусть, пожалуйста. Это естественно невозможно быть полностью объективным. Остановились на... Да, мы с вами закончили мы с вами на смерти митрополита Иосифа и значит 1240 год в Киеве, при взятии Киева. Надо упомянуть, что в 1938 году был разграблен Владимир, а в 1940 разграблен... Давайте все-таки как-то по... Нет, я имею в виду именно вот церковные центры. Церковные центры. Да, вот это почему мы еще упомянули Владимир, потому что Владимир... Вот то, что все нельзя было Владимиру вчера, и все киевские князья говорили, не там Пресвятая Богородица не разрешала, и митрополитовам нельзя ничего... Теперь вдруг все станет можно, потому что ситуация изменилась. Когда выгода нашего супермаркета очевидна и явно, то тогда сразу все можно, а когда нельзя, то сразу нельзя. Поэтому давайте вы тогда... Я смущаю вас, вы исторически давайте подсказывайте мне какие-то такие более именно вот эти моменты. Если именно Монголы татарские, а я буду делать такие, знаете, вот именно церковные четкие вставки, которые будут нас возвращать к нашей теме. Да, будут делать, обрисовывать ситуацию такова, какая она была реально в каких-то событиях. Да, да, да. Ну давайте я пару слов скажу, что об этом мало кто говорит, но в 1230-х годах перед самым монголо-татарским нашествием произошла большая свара буча между князьями. Видимо, это при митрополите Иосифе. Как он там влиял, я не знаю. У него даже есть в одном из его посланий есть упоминание о том, что была между князьями великая расприя между... и драка... Передрались братья Севолодовичи. 30-е годы, да, три князя Черниговской... Это уже после битвы на Рекекалке. Конечно, я про что и говорю. И это была очень большая битва, ее даже войной гражданской некоторые справедливо называют, потому что это была такая свара. И поэтому, чтобы люди представляли примерно, к какому моменту Древняя Русь подошла к татарам-монголам, это было очень непросто объединиться после такой гражданской войны, просто не могли князья. Еще раз напомню, вот в этих сварах огромную роль играли как послы Византийской империи, по основе Константинопольской церкви, которые боялись жутко усиления Владимира Суздальских земель, и писали проклятие Боголюбскому, и угрожали ему, что сама Пресвятая Богородица там его накажет, потом всеволоду, что это ни в коем случае нельзя, никакие каноны не разрешают, и там отлучениями, и проклятиями всем, что только можно. И вот это подлило масло в этот раздрай. То есть, вместо того, что... Все Володовичи передрались между Да, они могли бы проще сказать, они могли бы сказать, Христос говорит, царство мое не от мира сего, и не вы меня избрали, а я вас избрал, нечего драться, драться нечего, потому что вечность впереди. Ну, стыдно, три родных брата Всеволодовича. Я имею в виду, что я не буду говорить, что это именно прямо вот церковное деяние, но что политика Византии здесь присутствует, в раздрае между князьями, это можно просмотреть, даже проследить по сохранившимся византийским летописям, в которых императоры особо делают такое вот замечание о усилении северных российских пределов Владимира Суздальских земель, и везде всячески пытаются не допустить усиления Владимира. Никоим образом. Вот им Киев, Киев, Они почувствовали, да, Киев, Киев, Киев. Ни в коем случае все, Владимир это чуть ли не антихрист. Все, и поэтому я думаю, что свою ложечку маслица туда и дерьма в бочку меда они это самое туда добавили. Ну да, вот три брата мы отмечаем, что Михаил Черниговский, Георгий Всеволодович Владимир Суздальский и Святослав Всеволодович Переслав Залезский. Понимаете, это три таких мощнейших центра Древнего Опять же Запад, Юг и Северо-Восток. Да, да, совершенно верно. Вот, ну ладно, 37-й год, как мы знаем, в декабре подошли орды Батея, ну, не будем там рассказывать, все пусть читают сколько там кого было и как. Подошли они к Рязани, что довольно хорошо отмечено в летописях и расписано. Юрий, князь Рязанский обратился за помощью к этим князьям и они ему сказали, а ты сам парень как-нибудь с ними разбирайся и в общем а мы тут и сидим. Они мало, что вот его ненавидели и как бы за это дело решили его наказать. Они не представляли себе масштаба. Масштаба подошедшей угрозы, опасности. и дело в том, они не представляли себе эффективности. Знаете, как все равно, что человек с копьем и вдруг появляется человек с ружьем, как в Америке было, когда открыли, Колумб открыл Америку. То есть, они не представляли себе эффективности конницы и вот этого табора, который может мгновенно, не надо ему там жены, дети, все, он мгновенно может оказаться, сегодня он тебе под Киевом, через там неделю он уже под Владимиром, не успеешь оглянуться, уже пожалуйста тебе. И они не представляли этого совершенно. И вражда между собой затмила им глаза. Об этом еще скажем, об эффективности монголов попытаемся. Дальше происходило так, я не буду рассказывать подробности всех этих вещей, все это прекрасно могут прочитать, как там происходило под Рязанью. Рязанский, Муромский и Коломенский князья все-таки смогли объединиться, дали татарам, попробовали дать сражение, их разбили в пух и прах, а потом взяли Рязань. Вот такая была ерунда. Потом они пошли татары на Коломну, потом на Москву, взяли Москву, потом на Владимир. Владимир в 38-м году. Не будем перечислять опять же подробности этих вещей. Потом произошла битва на Сити, когда князь Владимира Суздальский Георгий Всеволодович наконец-то до него дошло, он начал обращаться к другим, что какая угроза движется, он оставил Владимир на своих сыновей, сыновей потом там татары всех с семьями так и замочили, а сам отправился в район между Тверью и в районе Бежицкой есть такие места, река Сить протекает, такая маленькая речушка, я там часто проезжал по работе в свое время и всегда у меня вот эта картина вставала, картина вставала в каких условиях, вот эта маленькая речка, вот типа нашей Ельцовки, такая, совсем небольшая вот эта речка протекает, вот в этих местах князь Георгий собрал, Георгий Всеволодович собрал, кого мог, там, Ярослав, все-таки, его брат и Святослав прислали свои полки, смогли все-таки прислать, преодолеть вот эту вот свою... начальной участи Рязани ни один, ни другой не явились. Они, да, отправили воевод, поскольку они уже осознавали происходящий масштаб событий и жить хотели. И попасть к Батыю в плен никто из них не имел никакого слова. Даже не пленом пахло. Ну, неизвестно, как бы Батыю смертью. Вот этот вот темник Бурундай командовал этими татарскими, татаро-монгольским войскам, который напал на это собравшееся ополчение на сети. Они разгромили в пух и прах. В пух и прах и после этого Русь практически перестала сопротивляться. Это произошло в марте 1238 года. И вот эта вот северо-восточная Русь, она прекратила сопротивление полностью. Еще маленькое. Значит, упоминание есть, был такое самое... Потом в Сарае епископ. В его упоминаниях есть в его посланиях он был даже послом, но я потом буду еще о нем упоминать. В его упоминаниях рассказывается, что русские земли никогда не сталкивались с нашествиями такого масштаба. Европа никогда не видела такого, то есть такой вот серьезной войны. А они привыкли к вечным дрязам. То есть, а ты мне сарай спалил, а я тебе коровник подожгу. И они друг дружку вот это вечно резали, травили, и это бесконечная война. Они думали, что это так же будет. То есть, отношение было такое, что междуусобные сейчас пойдут пограбят, того приграбят, нам хорошо. А тут осознание пришло, осознание масштабности этого события. И главное, вы очень правильно сказали, что в этот момент почему перестало, сопротивление прекратилось практически, по причине того, что поняли, что это надолго, очень надолго. И очень серьезно. И очень, то есть, что это не придет и ушло, а что это на очень долго. И даже понимание этого пришло. И 300 лет? Ну, понятно. Да. Мы к этому еще, мы постоянно об этом будем говорить. Ну, так, далее события шли. Давайте. Я просто еще пару слов. на следующий год. До 40-го года и до Киева. Да, 39-й год все-таки на следующий год не до Киева еще. На следующий год Батый вернулся и значит... А, это просто все знают об этом. Но просто объяснение. Практически зимой старались монголы не воевать. Они делали все очень просто. Редко. У них были и зимние походы, но очень редко. Старались они делать так. Весна пришла, все это дело разграбывалось. На зиму они немножко отдыхали. там уходили на зимние квартиры. Батюшка, давайте не уводить в заблуждение все-таки наших слушателей. Все походы состоялись именно зимой. Зимой? Да. Ну, я же говорю, в декабре начался Рязанский, закончился в марте. А я все, что посмотрел, все, что посмотрел. Следующий поход на Чернигов состоялся, на Черниговские земли тоже в декабре и закончился в марте. И... Это еще, знаете, это еще... Об этом даже не говорит. об этом многие историки говорят. еще говорит об одном. Можете представить себе, сколько было обеспечения фуражное тогда, на какую было поставлено... Великолепно работала разведка. Они прекрасно представляли, в какие земли идут и сколько там могут взять фуража. Представляете, насколько продумано все, если зимой можно было... И одновременно, конечно, свои обозы подтягивали. Там была организация на высшем уровне для тех средних веков. В чем ошиблись Гитлер с Наполеоном? Да, эти не ошиблись. Эти не ошиблись. Они очень четко все подготовили. Посмотрите, с Батыем шли 8 чингизидов. Ну да, у него все эти... Два из этих, потом Гуюк и Монке, стали великими ханами в Каракаруме. Понимаете, насколько высокий уровень тех, кто пришел... Наследники. Наследники, да. Наследники самого Чингизхана. Точнее, его сыновей. То есть, прямые наследники Чингизхана. И плюс лучшие полководцы там Субидей, там Джебе, те же самые, которые на Калке, они еще остались. Там Бурундай, тот же. Ну и... Конечно, всех не помнишь, но это были люди, подготовленные военно очень высоко. Они взяли ведь и Китай, взяли и Среднюю Азию. И Индию тоже. И Индию зацепили, да. Нет, ну, по-моему, это было позже. Ну, чуть позже, но не важно, но пусть 50 лет. Не важно. Важно то, что они взяли себе все. Там был вот этот же, кто построил Хан, построивший Тадж-Махау и Сильгизид. Это было позже. И Сильгизид. Это было позже. Давайте все-таки не путать. И Сильгизид. Как его, господи, забыл, вылетел из головы. Ну, бог не. Это было позже, где-то лет через 150-200. Значит, они взяли китайскую и среднеазиатскую военную технологию всю специалистов. Потом пришли, взяли Кавказ за Кавказ. То есть, они несли с собой всю, весь опыт военный, всей айкумены человеческой, которая была ведь среднеазиатской военной. Они собирались на Константинополь. Там только несколько событий таких не позволило им. Сила была очень жестокая, очень неимоверно подготовленная, организованная. И вот эти вот татарские действительно, вот эти конники, они были очень опытные воины. Там вот эта вот военная реформа Чингисхана, она организовала вот эти вот войска средневековые, так как в принципе даже в таком порядке даже я не знаю это самая лучшая организация степных войск вообще в истории человечества. Еще вдобавок смотрите как получилось. А вот если упомянуть летописях о летописях, наши всякие походы старались делать летом. Не в зимний период. Это наши, да. поэтому никто и не ожидал зимние вот эти дезорганизации. Видно, наверное, это все из-за замерзших рек. Да, еще другой момент. Разведка. Тогда все было, когда был самый удобный момент. Конечно. От независимости от времени года. И они прекрасно знали, что болотистые речные места они правили просто спокойно. По разведанных тропам и так далее они вот этим вот брали. Все замерзло и они готовы... Ну ладно. и вот Черниговское княжество разгромили. По Киеву уже рядышком. Мордовские земли разгромили. И даже они Киев посмотрели и прислали своих послов Киев и сказали, ну-ка, давай, там был в это время Михаил Черниговский туда убежал. Он сказал, да не, я не сдамся вам. Киев был очень укрепленный город. И поэтому они не стали его брать в 1939 году. Они вернулись, подготовились, взяли там необходимое осадное орудие и на следующий год в 1940 году пришли под Киев брать... Тоже 6 декабря? Ну да, да, тоже все зимой они все делали прекрасно. Значит, и Киев после недолгого сопротивления, по-моему, в ноябре, правда, это произошло. Ну, точно не помню, но, по-моему, или ноябрь, или декабрь. После недолгого сопротивления, ну, как, относительно недолгого, около месяца. Дело в том, что князья все оставили, Киев, Дмитра он там организовывал и последняя десятинная церковь, о которой мы уже говорили в наших беседах, которая была самой первой большой церковью в Киеве. Там они и закрылись. Там они и закрылись, там они последнюю оборону держали, всех перебили. Новую воду Дмитрию есть, такой Дмитра оставили в живых из-за его именно мужества. Вот такая есть историческая справка. А епископ... А, митрополит... А митрополит дело в том, что под шумок никто, наверное, не знал, где, чего, что, как. Он же не был с мечом там в кольчуге. И, видимо, в суете, может быть, даже не убивали, например, при пожаре погиб. Или что-то ура упала, крыша там. Да, погиб. Видимо, немолодой был человек. Да, точно неизвестно. Нету такой, прямо, чтобы было конкретно записано, что вот кто его там убил, там и какой-то... В Переславле Залесском епископа Стефана, по-моему, убили конкретно. Да, везде. Дело в том, что духовенство в тот момент попало под общую раздачу. Никто особо к нему не разбирался. Не разбирался. Вот сейчас мы как раз с вами займемся тем периодом, когда были выторгованы особые ярлыки, особые права для русской православной, для Константинопольской православной церкви киевской метрополии. И были выторгованы вот эта система Великого княжения, ярлыки, которые давались уже из сарая, не из самой Золотой Орды, не из Монголии, а вот Батый основал на Волге, на столицу. Улус. Да, Улус сарай. Старый сарай еще называют. Он на Волге находился между Астраханью и Волгоградом нынешним. То есть, он находился прямо на Волге. Это не где-то чего-то, а на Волге. Об этом как раз тоже интересный момент. Все это сроднилось и сжилось с Русью, с русскими традициями. То есть, это стало оккупационной власти. Приобрело такую форму оккупационной власти. После смерти в 1240 году митрополита Иосифа до этого времени был разграблен Владимир в 1338 году, в 1940 разграблен Киев и митрополит Иосиф после его кончины некуда было присылать. Все было разграблено, все сгорело, все было разрушено. Три года не было митрополита. Три года и только в 1243 году в 1242 был избран митрополит Кирилл Третий, а в 43 году он прибыл на вот эту территорию разгромленных всторженных земель. Можете себе представить его прибытие? То есть, это по сути дела прибытие в разоренный край, в разоренный совершенно земель. Кирилл Третий. Кирилл Третий. Да, это уже третий митрополит, носивший имя Кирилла. И разоренный край, это уже 43-й год, получается еще несколько разграблений. В общем, все, что можно было, южные и восточные пределы, все было разграблено. Единственное, что не подверглось разграблению, это Галицкая, вот эта самая окраина западная и Новгород. Все остальное было объято пламенем, уже отстраивалось, но в общем в жутком состоянии. Киев после вот этого разграбления очень долго приходил в себя. Хоть восстановили самое такое основное, но, например, сожженный Владимир быстро восстановился город, то есть довольно быстрые сроки. А Киев был настолько уничтожен и разграблен, что его восстановление происходило очень долго. Происходило очень долго. Видимо, это из-за какого-то особого действия самих оккупационных властей, которые препятствовали этому. Задача их была основная собирать дань и вторая задача, чтобы не допускать усиления такого, чтобы появлялось мощное, которое могло бы оказывать сопротивление. Поэтому такие огромные центры, как Киев, он очень тяжко перенес это нашествие и восстановление было очень тяжелым. Поэтому приезд, конечно, Кирилла есть в его стенаниях и слезах. Он оплакивает то, что видит. Он оплакивает то, что кровь и... Он был грек. Да, он грек был. Он был по национальности грек. Дело в том, что тут сейчас будет несколько митрополитов, которые тоже все из Греции. То, что он увидел, это для него просто... Конечно, шокировало. Да. Значит, некоторый момент. Он грек, но он был участником всех этих событий. Почему? Потому что он был избран собором русских епископов и в 45-м году ездил на утверждение в Константинополь. Да, то есть он грек, он из греков, его выбрало греческое духовенство, но он видел все, как это происходило. Не просто... Он отсутствовал какое-то время, а потом приехал и видит, что он увидел весь разор в страшном состоянии. В 45-м году он ездил на утверждение в Константинополь. Значит, я бы немножко все-таки добавил чисто исторических таких вещей. Значит, в 40-м мы видели, что Киев был взят и разорван. Потом в 41-м в 1241-м году орда Баты ушла на запад, там повоевала. В том числе, кстати, Галича они все-таки взяли. И немножко достали. Галичскому княжеству. Ну и вот после вот этого похода в 41-м году Баты вернулся. Там не хватило сил у них. И вот этот вот момент очень важный, потому что вот в этом монгольском Улу-Улусе, так он назывался, не Золотая орда какая-то, не Царай, а Улу-Улусе звали. Вот этот Сарай, вот этот Улусе очень негативно относились к западу. Очень негативно, потому что, во-первых, они там получили все-таки по шапке люлей, получили ослабленную Да, это как раз Бело, Бело, Пят, Венгрия. Нет, там не Бело был, там организовал отпором, там погибли некоторые князья западные, да, польско-немецкие там погибли, по-моему, Генрих Второй благочестивый погиб в одной из бедов, а вот Генрих Второй воитель австрийский, герцог австрийский, объединившись с чесскими войсками где-то в районе Вены, и там участвовали да, 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 А Забелла, они гонялись, они хотели его убить, да, он как-то улизнул от них. Ну, он улизнул благодаря Даниилу Галецкому как раз, там интереснейшие тоже исторические события. Я просто прохожу это так, я пытаюсь показать, что монгольский вот этот вот Батыев, вот это вот отношение к Западу было очень-очень отрицательно. И в этом они как раз в отрицательном отношении к Западу, на Руси тоже было отрицательное отношение к католикам и знаете, что происходили битвы Александра Невского в это же время происходили. Ну, чем по-моему, в 60-х годах уже, да? Да почему? Ну, 1242-й год. А, ну да, 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 да. В это же время, буквально, сразу же. То есть отношение к Западу и у Батыя, и у наших князей было отрицательное. То есть до Союза там еще было далеко. В 43-м Но зато появились общие интересы. Общие, да. Общее, какая-то негативное отношение к Западу. Интересно. Очень сильно негативное. Значит, и в 43-м году Батыя ставит, дает первый ирлык на великое княжение Владимира Суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу, отцу Александра Невского. Значит, и в 43-м году, и вы говорите, пребывает в это время митрополит Кирилл. Да, да. Значит, что нужно здесь сразу, очень интересное событие, эти все вспоминаются, значит, все это разорение привело к тому, что Кирилл вынужден был начать политическое лавирование между князьями. Более всего он примкнул к Данилу Галицкому, поскольку Галиция все-таки была разграблена наименее, и она входила в митрополию, и Даниил очень по-доброму отнесся к Кириллу, видимо, имея какие-то лелея планы на Киев, может быть, и дальше, и тому подобное. И вот поэтому митрополит Иосиф отнесся к этому. Я могу сказать, да, митрополит Иосиф оказался в гуще с событий. Во-первых, он ездил, он очень много путешествовал, видимо, это сказалось, либо у него было такое крепкое здоровье, либо наоборот, эти путешествия давали ему сил, потому что он пробыл митрополитом практически 40 лет. Это невероятный возник. Невероятный возник. Потому что обычно, вот если мы выбрали прежних митрополитов, там 2-3-4 года, а тут видно, как пришли монголы, новая власть, некому было травить митрополита Иосифа, и он воспринимался чингизидами, как посол Константинополя. И моменты, которые вы сейчас упомянули, единство в борьбе против Папы, против Австрии, против Запада, оно вырисовывало, конечно, грабить Константинополь они бы хотели бы, но как бы некого пока рассматривали, как некого союзника против Запада. Иосиф вот в это влился всей душой и телом. А, да, Кирилл после смерти митрополита Иосифа, да, Кирилл влился в это душой и телом. Известно о том, что он путешествовал много, и первое, вот тут что необходимо упомнить, в 51-м году, до 51-го года он был в очень близких отношениях с Данилом Галицким. Он умудрился поженить его дочерей, он привез именно лично, привез сначала дочку старшую к Белле Пятому, с которым это было рассроднил Данила Галицкого, и потом привез вторую младшую дочь, да, к венгерскому королю, и потом привез младшую дочь, которую выдали за Андрея Ярославича. Андрея Ярославича, родного брата, младшего брата Александра Невского, да. Поэтому это политическое посредничество, семейственность такую устраивала. Князь был как бы благодарен митрополиту за вот это такие примирительные действия. Но это продолжалось только до 51-го года, потому что в 51-м году Даниил получил, или написал сначала папе письмо, а потом в 54-м году он получил от папы корону, то есть он стал королем, галецким королем, и это привело к тому, что Кирилл уже никак не мог поддерживать его, по причине того, что он был бы воспринят как шпион в наших пределах, а тем более и в пределах во взглядах чингизидов, которые бы воспринимали его как агента западного влияния, и поэтому по этой причине он демонстративно показывает, что он не с Даниилом Галецким, чтобы его не воспринимали как его агента, это было, если есть что добавить, пожалуйста, очень даже есть, просто мы перешли от 43-го, от 243-го года и перешли сразу на 53-й, то есть 10-й. 51-й, когда он разорвал, Даниил Галецкий начал в 50-м, 51-м году переписку с папой, если это было явно, и кончилось в 54-м году. Чтобы люди маленько ориентировались, в 43-м году был дан великокняжеский ярлык Ярославу Всеволодовичу, потом в 45-м году он едет в Каракарум за отруждением, там его отравляют, и вот этот момент от 45-го до 1250-го года на Владимиросуздальском княжестве утвердился Святослав Всеволодович, родной брат Ярослава, сам, без утверждения, кстати, у Батыя, без ярлыка, поэтому Батыя это воспринял, конечно, очень отрицательно, но вот как раз о том, что вы говорите, к 50-му году возникли вот эти вот вещи, там, женитьбы и так далее, союз Данила Галецкого и Андрея Ярославича между собой, и попытка, и попытка, дать отпор Батыю, то есть, дать отпор монголам, было, было вот это знаменитое восстание князя Андрея против хана Батыя, значит, неудавшиеся, потому что так получилось, что не врю и орать, разгромило это восстание, просто еще никто не поддержал, все это было такой страх, что у всех так... А на Галич был послан Куримса, темник Куримса, и там он тоже разгромил всех, но, что интересно, он не взял, не взял Галич, не взял, и хоть войско разгромил, но получилась такая Бородинская битва, очень серьезная битва получилась, когда сам Куримса получил такие потери, что он разгромил их, но он не решился напасть на очень укрепленный Галич, а Галич был укреплен по принципу вот этих западных замков, когда все обстраивалось огромными стенами, и поэтому, увидев, что это не Киев с деревянными стенами, которые не было каменных, а деревянные были стены, а он не решился, Галич и не взял, поэтому Галич, он пострадал, но не был разорен, так вот мысль такая, которую вы говорите об этом, но дело в том, что в это время, к этому восстанию, папа предлагал Андрею и Даниилу свою типа помощь, и вот в этот вот как раз интригу был включен Кирилл, я даже больше скажу, папа не просто типа помощь, а он хотел объявить крестовый поход, против, и подтягивал Кирилла, за то, чтобы дать вот прикольную помощь. Абсолютно верно, и поэтому Кирилл, участвуя в этих событиях, боялся, как бы его не признали агентом папского влияния. Конечно, потому что папа предлагал это за унию. Ну, естественно, папа-то за что мог предлагать? За что еще? За церковный союз папа предлагал. И вот этот вот момент, вот как раз о чем вы говорите. Да, значит, вот как раз мы пришли к самому такому интересному событию, это вот именно начало 50-х годов, а именно 51-й год, это первое знакомство с Александром Невским. Должен я вам заметить, об этом это ярко видно, вот большими-большими глазами, о том, что эта встреча произвела, встретились два близкие по духу человека. Баты вы имеете в виду? Нет, 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 Александр Невский и митрополит Кирилл. А, митрополит Кирилл. Да. В 51-м году он едет в Новгород, где встречается с Александром Невским. Первая их встреча в 1251-й год. И я думаю, они имели очень долгую продолжительную беседу. И что я могу отметить здесь, что очень важный факт. Я думаю, что в этот момент и потом и дальнейшие уже все события подтверждают это, состоялась беседа и расставление точек над И. Дело в том, что с этого момента и Александр Невский и Кирилл признают полностью монгольскую власть. И все дальнейшие события происходят под признанием этой уже как неизбежного факта, то есть вот как наполеоновское нашествие или там чингизидовское нашествие, да, неизбежный факт и о том, что это надолго, о том, что придется эту власть признать и с ней действовать. С этого момента и Александр Невский, и митрополит Кирилл приложили огромнейшие усилия для того, чтобы заслужить доверие царей, будем говорить, не знаю, как правильнее назвать, но вот, например, Мингу Тимур, он был царем, назывался. Это будет больше. Он назывался царем, вот Мингу Тимур, с которыми, особенно, да, митрополит, ну это как раз, буквально через несколько лет, через 10 лет, даже меньше, даже меньше, он, митрополит, пишет ему письма, начиная, вы знаете, как пошла хитрая политика какая, они же понимали, кто может быть наследником, кто будет в этом сарае на Волге править, и знакомство состоялось гораздо раньше, и получилось так, что когда Мингу Тимур стал царем, Иосиф у него уже был доверенным лицом, который, он его посылал, Иосиф, извините, я воскрешаю, митрополита Иосифа, митрополит Кирилл был доверенным у него лицом, и он посылает его, как своего посла, в Константинополь, посылает его даже в Египет, для налаживания связей с тамошним руководством, то есть здесь и поездки Александра Невского в Орду, и поездки митрополита Кирилла, не Иосифа, Иосиф Умин, вот, они свидетельствуют о том, что было выработано, вот, наверное, на этой встрече в тысячу, я еще раз повторюсь, стратегическая позиция была, в 251 году, да, при их встрече и общении выработано было стратегически, я думаю, было какое-то совещание, может, с боярами, может, без, но, да, они стали действовать в едином ключе, направив усилием для защиты интересов Руси, но, именно, политическим путем, так как было понятно, что физически одолеть невозможно, они стали действовать такими политическими методами, которые максимально могли принести пользу Руси, и сохранить как можно ее больше сил, больше человеческих ресурсов, материальных ресурсов, и всего, и тому подобное, почему, потому что, ну, это было избрано политической стратегией для, на ближайшие, можно сказать, десятилетия, а, как оказалось, и даже на целые столетия. Целые столетия. Можно, да, вы добавьте, да, я продолжу. Добавлю обязательно, потому что, чтобы все-таки не перескакивать, через 10 лет случились важные события, я их просто отмечу. Отмечу сначала то, что, почему было выработано еще все-таки. Посмотрите, ведь не просто так Александр Невский и признан святым, и чтится, и почитается, и в те времена почитался, и чтился, и был любим народом. Не просто так. Вы думаете, он предатель, который привел там не в Рюве, чтобы разгромить там своего брата Андрея. Так многие историки либерального толка, кстати, говорят, что он его предал, там, но это все нормальными историками опровергается на просто на взлет, не буду на этом останавливаться. Нет, Александр Невский был величайшим полководцем того времени, и татары это понимали, монголо-татары. Помните наш замечательный фильм Александр Невский? Конечно, зрители мыслят образно. Поймите, что этот фильм в 40-м году снимался все-таки против Гитлера. Нет, даже не поэтому. Он снимался на представлении историков того времени, и очень грамотно снимался, потому что именно так историки того времени думали о тех временах. Ну смотрите, все вот эти рыцари в крестах, это точно. Думали именно так. И вот вспомните такой эпизод, проезжает Баскак татарский, и Александр Невский стоит с сетями рыбачить на Переславском озере, на Плещееву, значит, и он говорит, ну это ты бил шведа? Ну я. Пойдем к нам, будешь хорошим полководцем, мы тебе все дадим. Это очень отлично отмеченный факт. все ассимилировали, все что хорошее, они все забирали себе. Татары прекрасно понимали, что это человек с величайшим полководцем. Да, что человеческий рисунок самый главный рисунок. И Александр Невский, как профессиональный воин, понимал, какая сила пришла на Русь. Он понимал, что с этой силой этими оставшимися силами Руси не справиться. Вот в чем была трагичная вот эта вот ситуация, в которой он оказался, и это должны все понимать. И ради спасения Руси он пошел на... Минимально просто. Это называется выбирать из двух зол. Конечно. То есть, есть вариант умереть просто, но это еще хуже будет, потому что после этого народ бы пострадал еще больше. А второй вариант выбирать самый такой возможно наилучший путь. И когда нет возможности выбрать совершенно идеальное решение проблемы, приходится выбирать из двух зол меньше. Вот это досталось Александру Невскому и Кириллу Третьему. Это очень трагическая страница истории, которую они прошли достойно. Значит, сразу добавлю, буквально вот почему я еще раз упираю на этот 51-й год? Я думаю, что если его серьезно разобрать, это целая докторская диссертация, именно 51-й год. Почему? Потому что после этого Александр Невский после беседы с Кириллом он ищет, начинает искать ярлыка и княжей он едет к получает ярлык у Батыя первейши еще у Батыя, не у Беркения, потом у Мингутемира и прочее, а он получает у Батыя внука Чингисхана, это большое значение имеет, огромнейшее. Как вот мусульман, знаете, чем ты ближе в родстве к Магомету, тем ты более халиф. А если ты подальше от родстве, тут то же самое. Маленько не так было, чуть-чуть. Первые ярлыки получили он и брат его Андрей. Значит, сразу, сразу, сразу тоже. После восстания уже Александр поехал на ярлыку. Как раз будем говорить о чем. Там грамот наверняка было много всяких разных. И есть вообще о том, что некоторые даже не дошли, там чуть ли не еще не 42-го года грамоты какие-то были. Но именно я говорю о том, что исторически фактически сохранилось. Вот эта грамота следующая, да, значит, первая, она до сих пор находится в музее. Мы можем, там таких мифических свидетельств о грамотах много. Мы говорим о том, что реально, действительно, мы договаривались об этом и говорим о том, что реально, действительно, в грамоте Уберке, в следующей грамоте, упоминается грамота, данная Батыем Александру Невскому. И эта грамота физически сохранилась и находится в Госудовосархиве на Великое Княжение. И в ней упоминается, да, что я вот мой, мой, как бы, яберке даю вот такую, вспоминая нашего родителя и это самое, даю эту грамоту на Великое Княжение для того, чтобы там, там, во славу великое. Я просто говорю, она была не первая. Не, ну, да, о этом и спорить не будем. Я не говорю, что она единственная, там, она и первейшая. Но, дальше, сразу же, опять, значит, это мы далеко не отходим. 52-й год отправляется, пока 52-й год отправляется Кирилл сразу же с Александром, за Александром и получает грамоту на неприкосновенность верой и самого митрополита. То есть, вот пока для начала. Тарханная грамота. Да, первая такая грамота митрополита. Потом он еще раз позже едет и получает на неприкосновенность духовенства, да, уже в Берке, уже более расширенную такую, потому что чиновники притесняли, монгольские чиновники притесняли вот так вот. Правильно. Все, теперь ваше слово. Ну, я бы хотел сказать, что в 55-м году, в 1255-м году умирает хан Батый. Значит, после этого на самой Орде возникла двухлетняя сумятица. Бруча. Бруча, его там, это жена правила. Но потом приходит в результате военного перевода. слово Бруча пошло от слова Бруча от жены Батыя, которая устроила смуту. Говорят, что такое Бруча, Бруча, что там у них Бруча началась? И это вот оттуда пошла вот эта поговорочка. Значит, в 57-м году власть захватывает там хан Берке. Значит, и вот пошло потом. А Берке принял вот как раз вот такую политику, которая была до него запущена Батыя. Но первый, многие говорят, там Батыя провел первую перепись населения на Руси. Ничего подобного. Первый провел, начал проводить вот эту перепись всех людей, оставшихся на Руси, именно хан Берке. чтобы узнать кого как отложить налогами. Там пошло потом уже восстание в Новгороде, когда новгородцы сказали, ну все, придут переписывать. Они восстали. Александр Невский был вынужден, несмотря на то, что он был новгородским, в том числе. Они его то выгоняли, то дозапрошили. Но тем не менее, как главный Владимир Сузовский князь, он считался князем и новгородским. Он вынужден был жестоко подавить это восстание, чтобы опять не вызвать вот такой вот неврею ураль на Русь, которая все выжгет и вычистит полностью. Он зачинщиков подавил, потому что они там подбили его молодого совершенно сына Василия на вот это восстание. И он всех зачинщиков казнил жестоким образом. Вот такая была ситуация средневековая, страшная. Да, это дело в том, что обусловлено... Это было начало 60-х? Да, это начало 60-х годов. Это обусловлено было именно моментом политическим. Именно политическим моментом. Как раз 61-й год для того, чтобы еще больше укрепить связи по содействию Александра Невского Кирилл Третий открывать в 61-м году. Это через 10 лет после их встречи. Вот 10 лет первой встречи. 10 лет их трудов и плодов разрешает хан открыть епископию своей столицы. То есть, митро приехал туда епископ и был построен православный храм. Там, в Орде. Да, в столице Орды. Никаких, без всяких препон, без ничего. И был выделен целый русский квартал, который жил и торговал в столице тогдашней вот этому русскому. вырезалась вот такая вот взаимодействие. Более того, его звали Феогност, этого епископа. И, видимо, хану это было нужно. Почему? Потому что, видно, чем-то заинтересовали его Александр Невский и Кирилл, потому что хан отправляет уже в то время Менгутимир был царем там. Царь называет его. Не знаю ханом, как называть правильный. Но отправляет его послом в Константинополь. Одновременно. дает ему задание наладить связи посольства с Египтом. И целый год Феогност путешествует целый год. Это с побережья Каспийского моря в Константинополь, потом через море в Египет. Феогност, это уже не сам. Это Берке отправил. Нет, уже Менгутимир. Менгутимир. Тимир, Тимур, неважно. Да. И он отправляет его послом. Тот целый год ездил и вернулся в 79-м году, 78-м, 79-м году. Берке правил, по-моему, лет 6. Ну да. Но в это время, кстати, во времена как раз правления Берке умирает Александр Невский. Да, да, да. Самый последний. Потому что Берке затеял такую авантюру воевать персидские земли и сказал, типа, обложить вас русских, принесите-ка мне свои полки. Да, да, воевоинские. Александр поехал договариваться, чтобы этих вещей не допустить. И он там об этом договорился. Он объяснил Берке, что русские за их интересы вот такие вот какие-то ненормальные воевать не пойдут. потому что многие говорят, там Русь была рабами. Да, вассальное подчинение было, но рабами Русь не была. И Александр это Берке в общем-то объяснил, потому что у Берке тоже была политическая ситуация не очень спокойная. Он с Каракарумовым уже начал, у них там происходили терки с Каракарумовым. И Берке хотел отсоединить свой улуз. Как там Соборенцовы получилось. Поэтому он не стал ссориться с Александром, но Александра по-видимому все-таки отравили, как непокорного князя. И жрял в него почки от каждого деда. В 65-м году Александр при возвращении из вот этой Орды из Улу-Улуса Берке Орда или как его назвать этот город. Да, просуществовало. В 1556 году Иван Грозный сжег. Он в городце умирает. И Кирилл известно его слово страшно прямо надгробие аж пронзительное слово обукополения. Да, о том, что это кровь и сердце русской земли. В общем, суть дела такова. Там, конечно, много приврали писатели, потому что сейчас уже даже некоторые там есть вставки такие в житии Александра Невского, которые прямо взяты с иудейской войны. Имена меняли, вставляли. Там есть тоже, да. Потому что красиво надо было написать, надо было они умели, и уж как умели, так и списывали. То с Библией они, как умели, так и списывали. Поэтому смерть, конечно, Александра Невского на определенный период оставила Кирилла в одиночестве. Он сразу после кончины Александра собирает собор во Владимире. на этом соборе он особо опять же упоминает князя, он опять же особо приняли сербскую кормчую. Это книга о том, как себя должно духовенство в разных ситуациях вести. И он закончил вот эту смуту, возникшую при Иоанне четвертом скандал о постах в средах и пятнице, четко расписав, когда можно не поститься в среду и пятницу, если выпадать на господские праздники или до сих пор соблюдается. То есть это его он установил прямо все определил сроки постов. Значит сначала Великий пост, потом Апостольский пост, Петру и Павлу Успенский и Рождественские посты. Он установил вот эти вот посты и правила тоже, которые до сегодняшнего дня соблюдаются. Ну и также он конечно я конечно не особо сторонник этого, потому что я считаю это немножко неправильным. Он стал требовать до этого момента не было такого требования, чтобы князья и простые люди все венчались в храме. Было просто, был как бы брак, договор был. Вот особенно когда вот князья, вот особенно Данила Галецкого, там все договор был. Брачный договор. Брачный договор, да. А здесь вот Кирилл Третий стал требовать, чтобы все венчались церковным браком. Это видите, это не древнее церковное предание. И в древности его даже не было. Это вот устанавливается где-то, вот мы видим с вами там 13 век, то есть это для Руси. А в Византии это начало где-то 8-9 век только укореняться вот это такое положение. Поэтому он уже требует вот этого всеобщего венчания. Это тоже, кстати, потом укоренилось. До этого вообще не было. Оно было, но только добровольно. Кто хотел, венчался, кто не... Понимаете, как? Очень просто. Значит, было так. В древней церкви было так. Приходили парень с девушкой и говорили, мы будем семьей. Все молились за них и они себе жили. Вот такого чина венчания, что там какой-то венцы, особое благословение, не было ничего. И если мужчина жил с женщиной, это не считалось грехом. Никаким образом не считалось грехом вообще. А тут, чтобы заставить всех венчаться, вдруг с 13 века это начинает называть блудом и прочее все остальное. То не было блудом, а тут вдруг стало блудом. Это, кстати, вот я еще одну вещь не упомянул. Это, ну, это событие именно сначала уже подумывал о переезде в северные пределы Владискиева во Владимир, уже подумывал Кирилл. В его словах есть, следующий уже после него митрополит окончательно переедет. В его словах есть о том необходимость, пишет он, заставляет нас вглядываться в северные города. Потому что там где реально можно действительно, где вот власть, где сосредоточение народа и прочее все остальное. И поэтому, ну, я к чему это? Давайте вспомним. Вспомним Андрея Боголюбского, вспомним Долгорукого и недавно только. Константинопольские патриархи, киевские митрополиты, недавно только лишь посланники Константинопольской церкви, приезжавшие к ним всякими грамотами и чуть ли не самой, я помню слова от Пресвятой Богородицы, который это не благословляет и не разрешает, прямо за дверью будет стоять плакать, что ни в коем случае нельзя во Владимире поставить митрополита, что это противно Господу, Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, что это противно всем церковным канонам. Ну вот пришел Батый, все спалил и все стало благодатно. Уже можно, уже можно, уже не Богородица не против, сама телеграммой отписалась, уже не против никакие каноны древние, ничего, и ставит первого митрополита во Владимир, Кирилл Третий, он ставит первого митрополита Симеона, да, митрополита Симеона, Митрополит и Симея Руси. а тут уже Владимирский митрополит. А тут митрополия еще Владимирская. Появляется Владимирская митрополия, туда ставится, да, он ставит первого митрополита во Владимир, и уже никакие правила не мешают. это уже перед самой его кончиной, приблизительно дату говорят 1280 год. Точно подлинно неизвестно, потому что все это вечно сжигалось, и это самое, 1280 год. А в 1281 году он умер, и в Переславле умер, а похоронен в Киеве. Киеве? Да, Киеве, да. Мы, наверное, на нем сегодня... Да, потому что у нас получилась такая 40 лет он управлял, и это очень важный. он получил все грамоты от монголов и его заслуга, что попов не брали в армию, не облагали налогами, да, 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 не жгли, не грабили храмы, это все вот его трудами, да, с подачи Александра Невского, видимо, кто-то, либо он так воспринял слова Александра Невского, либо Александр Невский услышал его слова, как хитрого такого посланца Константинопольской, в общем, они оценили верно ситуацию и сделали правильный выбор. А он похоронен в Киеве и было даже такое его, ну, как вы воспоминают о нем, как, даже на гробе было написано, что благочестиво вот потрудился. Это Кирилл Третий, надо отметить. То есть, мы видим двух Кириллов нормальных, да, и одного ненормального первого, который был Бучу, разводил, один Кирилл был благочестивый, и вот этот Кирилл был очень блаженный, блаженный, усвоил такой титул в древности. Наш Кирилл это практически четвертый. А наш получается четвертый. Ну ладно, я, если можно, еще для понимания все-таки исторического момента, это очень важно, вы сейчас сказали, а я все-таки подчеркну, значит, перенос... Тогда мы, тогда давайте закончим. Закончим, закончим, но я подчеркну, то, что мы не отметим. Мы закончили Кириллом. А, закончим. если вы хотите о переносе, это следующее. Перед княжеского престола. А, нет, Я хочу подчеркнуть, да, это другой момент, просто прошли его как бы с пользой, немножко, потому что последний великий князь Киевский и всея Руси был Александр Невский. Это должны понимать. И вот с этими ярлыками еще, да. Да, именно Батый дал сначала его отцу, Ярославу Всеволодовичу, великого князя Киевского и всея Руси. То есть, они были киевскими князями, отмечают. И потом Александру Невскому, великий князь Киевский и всея Руси. Но после и после даже восстания Андрея, значит, он получил ярлык как великий князь Киевский и всея Руси. И после Александра Невского уже давался следующий великий князь был Тверской князь. Да, кстати, вот давайте мы тогда уже все-таки, у нас грядет еще одна большая Тверской князь был всея Руси. Это митрополита Петра и митрополита Алексея. Очень серьезная эпоха. Давайте мы все-таки упомянем, нет, митрополита Максима сейчас закончим, и тогда уже будет митрополит Петр. Значит, суть дела какова? В 1283 году он, значит, был прислан грек и прибыл на пределы разоренные российские пределы. Чем он примечательен? До 1299 года он сидел в Киеве. В 1999 году он ненадолго переехал в Брянск на полгода. Совершенно верно. И после Брянска он двинулся во Владимир. Да, то есть 1300 год. Это был Максим. Да, это был митрополит Максим. Причем, что примечательно, митрополита Симеона, которого поставил Кирилл, он выпер из Владимира у митрополита и отправил его в Ростов вместе со всем его митрополитчим двором. То есть, появился митрополит в Ростове. Да, это первый ростовский митрополит. То есть, получилось уже митрополит во Владимире, митрополит Киевский. Он все равно назывался Киевским. Да, рядышком. И в Ростов еще один отправляется митрополит. Он назывался Киевский в Сеаруси. Да, он Киевский в Сеаруси так и назывался. И отправился, значит, он перевез с собой весь свой митрополитчий двор со всем хозяйством. То есть, он уже четко, это было не временно пожить, а он четко переезжал во Владимир, как он понимал, навсегда. Поэтому, эпоху жизни митрополитов Киевских и затем уже приближение все ближе, 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 ближе к митрополитам Московским. В этот момент была очень сильная расприя между Тверью и Москвой. Тверь и Москва находились в жуткой вражде. Максим пытается их примирить. Между прочим, это два князя, значит, Юрий Юрий и, значит, Юрий Данилович. Данилович, да, и с Тверским Михаилом Ярославичем. Вот эта вражда, кстати, она должна была быть, потому что нужно было кто показать Четверю или Москва. до этого в следующий раз. Да, мы затронем это дело. Значит, на Максиме надо остановиться. На Максиме закончим, да. Значит, он опять подтверждает в 1301 году правила о постах и о средах и пятницах. И, значит, что еще важно, его жизни было интересное событие. У него было видение Пресвятой Богородицы ему. И есть чудотворная икона, она так называется, Максимовская. И когда он скончался в 1305 году, его тоже похоронили не в Киеве, а во Владимире. Первый митрополит похороненный уже, не в Киеве, митрополит, похороненный некий во Владимире похоронен, и над его гробницей повесили вот эту икону, и там была подпись, что, значит, 23 года управлял, правил православно-христианской, землею, и благочестиво там вот скончал свои дни в такое-то вот лето от сотворения мира. 23 года он управлял. Всем рекомендую побывать в Успенском Владимирском соборе, где похоронены останки, значит, Георгия Всеволодовича с Васильем, с князем Васильем и своим сыном, которые погибли на реке Сить, значит, и вот митрополита Максима, как мы видим, там еще очень много таких известных исторических личностей. Это грандиознейшее сооружение во Владимире, красивейший собор, построенный Андреем Боголюбским еще. Значит, и, ну, чтобы не возвращаться все-таки, чтобы не возвращаться, то, что мы немножко упустили. Значит, вот эти вот года действительно образовалась такая расприя между Тверью и Москвой. Москвой, обращаю внимание, не Владимиром уже, а Москвой. Значит, как там было, происходило, после смерти Александра Невского дается великокняжеский ярлык на княжение великокняжеское Тверскому князю Ярославу 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 Ярославичу. Да, и он великокняжеским ярлыком владел лет шесть. Данилович эти, да, да. И потом началась распри между двумя сыновьями Александра Невского, старшими сыновьями, Андреем и Дмитрием. Дмитрий был старший, получал, он по идее после смерти отца или брата, да, 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 да. Он после смерти Тверского князя Ярослава он начал воевать за великокняжеский престол с Тверью. Там уже он был более старший и отвоевал каким-то образом. Ну тут включился его младший брат Андрей, он начал там подсиживать, привез на Русь татар, Дедюневу рать, которая опять разгромила в хлам все, что можно. Он их как бы даже, ну да, да. В общем, вот эти вот старшие сыновья Александра Невского творили просто страшное и Кирилл, видимо, не смог это остановить. Вот это вот, да, не смог повлиять на него. Конечно, конечно. Даже видно, что после вот этого смерти Александра Невского он удаляется в такие и более церковные пенаты. Наверное, да. Просто мы это упустили, чтобы к этому не возвращаться. И в это время поднимается голос Москвы. Там младший сын Александра Невского Даниил, который до поры до времени сидел. Нет, еще не кошельки. Князь Даниил он до поры до времени сидел и он поднял свой голос за это самое Великое Княжение там подал голос. И посмотрите, на рубеже веков 1300 он с Тверским князем действительно схлестнулся вот в этой вот уже еще в войну не пошло. Но уже они начали посылать к этому Мингу Тимур как раз потом был хан Тохта вот к Тохте они обращались и Мингу тоже долго просидел. Долго просидел. Потом был Тохта. Значит тоже долго Тохта был. тоже долго Это такая эпоха что они как-то не травили и утвердились. И в 1303 году умирает Даниил и потом начинается другая интересная история. На этом и закончим. А в 1305 умирает Максим Максим. И после него будет сейчас уже Петр и все это уже другая история. на чем мы и остановимся. Всего доброго всего самого хорошего. С Богом.